Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередная ТПС-конференция главы Чувашской Республики Михаила Васильевича Игнатьева. По структуре сегодняшней конференции я предлагаю сначала предоставить слово Михаилу Васильевичу Игнатьеву, небольшой выступительной, а потом вы зададите все вопросы, которые у вас есть. Я предоставляю слово главе Чувашской Республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги! Мы проводим очередную пресс-конференцию с вами. Предполагаю, что у вас накопилось много вопросов, я постараюсь на них сегодня ответить. Но вначале, прежде чем вы начнете задавать свои вопросы, я бы хотел вкратце подвести промежуточные определенные итоги, для того, чтобы вам было понятно, какая на сегодняшний день ситуация, какие у нас показатели, какие результаты, какие у нас сильные стороны и какие слабые стороны. Скажу честно, если взять в целом, не стыдно мне сегодня перед вами докладывать о прошедших итогах трехлетней, так скажем, работы. Скорее всего, вы тоже эти вопросы будут задавать, предварительные вопросы были, мне Михаил Юрьевич докладывал. Поэтому я всегда был открытым перед вами, открыто, публично докладывал перед населением. Вы знаете, согласно внесенных норм, действующие законодательства, руководители регионов ежегодно отчитываются на Государственном совете, на законодательном органе Чувашской республики. Я практически это делал. Цифры, как макроэкономические, так и, соответственно, остальные показатели, они были озвучены, они официальные, поэтому их можно всегда использовать. И с журналистами всегда я охотно встречался, хотя бывают и приятные моменты, и неприятные вопросы, когда задаете, тоже бывает неприятно на них отвечать. Ну, по крайней мере, это реальные жизни. Поэтому, когда у нас эффективно выстроены наши взаимоотношения, я считаю, это полезно для должностных лиц органов власти, для того, чтобы исправлять все эти упущения, которые они имеются. Три года дались непросто, нелегко, не все, что хотелось, что задумывалось, удалось воплотить, но такова жизнь. Ничего идеального в ней не бывает, не всегда все получается так, как хочется. С первого дня вступления должностей я заявил, что деятельность правительства Чувашии будет направлена на улучшение жизни жителей республики, повышение качества жизни. Когда на заседании правительства, на других мероприятиях, на совещаниях мы обсуждаем, я всегда задавал и задаю вопрос, что получат от принятых решений простые жители Чувашской республики. Важно ведь не столько миллионов, сколько мы направили, а важно, насколько конкретно получат пользу от наших принятых решений простые жители нашей республики. Вспомним ситуацию 2010 года. Засуха, лесные пожары по всей территории, высокая безработица, конкурсное производство на ведущих предприятиях, это хлопчатый бумажный комбинат, трикотажная фабрика, Новосибоксарский домостроительный комбинат, замороженный проект комплексной застройки «Новый город», сотни обманутых дольщиков митинговали. И, наконец, одной из главных проблем была проблема бедности наших жителей, она составляла на уровне 19%, цифры ежегодно меняются, определенные методики меняются. Но потом, в ходе дискуссии, мы постараемся тоже, как бы, ответить на все те вопросы, которые будут у вас возникать. Что удалось сделать нам вместе с вами? Мы существенно снизили остроту проблемы безработицы, уровень зарегистрированной безработицы снизился больше, чем два раза, и по Международной организации труда, если смотреть, она сегодня ниже, чем 6%. Это объективная оценка. Следующий слайд. Сегодня Чувашия занимает первое место в Приволжском федеральном округе под темпом снижения количества безработных и по уровню трудоустройства. Это очень важные показатели. По уровню безработицы по отношению к экономистическому активному населению мы переместились с 11 на третье место в Приволжском федеральном округе. Что это значит? Это значит, что люди заняты на работе, не шляются без дела, не спиваются, это тоже надо открыто говорить, когда мужчина без работы и от безысходности эти моменты тоже в нашем обществе имеются, или идут на определенные правонарушения. Следующий слайд. В 2010 году просроченная задолженность по зарплате равняла 120 миллионам рублей. Может быть, кому-нибудь из вас знакомы это чувство, когда не получаешь заработную плату месяцами. Мы это мониторили, мы взыскательно подходили. Прокуратура реагировала на эти вещи, соответственно, выносили предписание, имея на это право, меры прокурорского реагирования. И тем самым на сегодня могу доложить, что долг по зарплате на 1 июля текущего года составляет 4,8 миллиона рублей. Есть предприятия, которые на сегодняшний день проходят определенные процедуры, как конкурсное производство. Есть предприятия, которые на сегодняшний день нам не подчиняются. В основном это долг по зарплате, хочу это тоже подчеркнуть, это по коммерческим организациям. Но несмотря на то, что рычагов влияния у нас очень мало, мы будем влезать в эти проблемы, мониторить, контролировать. И насколько возможно понудить работодателей, чтобы они полностью рассчитались своими работниками. Следующая тема – это заработная плата. Среднемесячная заработная плата выросла в полтора раза. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожительственного минимума у нас каждым годом уменьшается. На слайде это тоже вы видите. Следующий слайд. Значительно по некоторым категориям в разы увеличилась средняя заработная плата. Это по категориям, значит, социальной сферы, если возьмем, тоже на слайде они представлены. Это вы уже знаете, просто я еще раз подчеркну, это в сфере здравоохранения, это заработная плата медработникам, в сфере образования педагогическим работникам, учителям, воспитателям детских, образовательных учреждений и учреждения социальной сферы. Мы принимали, опережая события в начале 2019 года, я политические решения принимал по увеличению заработной платы воспитателям детских, образовательных учреждений, работникам физической культуры и спорта. И потом было следующее решение принято, это по работникам, которые трудятся в учреждениях социальной сферы. Эти решения тоже, они принимались не просто, но ответственно. И то, что мы обещали, мы практически все обещания перед работниками бюджетной сферы честно выполняем. Вчера я докладывал на августовской конференции учителей, учителя могут рассчитывать на уровень заработной платы средней по экономике. Если первоначально мы в начале года рассчитывали в среднем, я говорю, на 19 тысяч рублей, на 19 тысяч рублей средней по экономике, с учетом увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, увеличивают и коммерческие организации. В среднем по экономике, в среднем по году у нас будет 20 тысяч рублей, даже с хвостиком. Огромные средства вложены на модернизацию системы здравоохранения. Капитально отремонтированы половины больниц. Перед вами тоже ответственные докладывания. Начали ремонтироваться капитально общепрозавательные школы. Бывая сейчас в муниципалитетах, посещая школы, учителя, которые там работают, и родители удивляются. За короткий промежуток времени, буквально в летние месяцы, огромная работа проведена, и подрядчики здесь ответственно начинают работать. И тем самым, по сути дела, можно сказать, достойные условия имеются для наших детей, которые будут получать знания. В то же время, хочу сказать, по итогам прошлого года, это по оценке Федерального министерства здравоохранения, Чувашия вошла в число лучших регионов по выполнению территориальной программы оказания бесплатной медицинской помощи. Вы слышите, есть государственные стандарты, которые приняты, и по выполнению этих стандартов мы закладываем соответствующие параметры в бюджете, и тем самым, выдерживая все эти параметры, наши пациенты, которые приходят в больницы, в учреждения здравоохранения, получают услуги. Конечно, услуги надо улучшать. Здесь тоже есть вопросы. И на следующем слайде мы решили продемонстрировать, удовлетворенность граждан медицинскими услугами растет с каждым годом. Это тоже хороший показатель. Жители республики, оценивая уровень медицинской помощи, подтверждают, что она стала доступна и качественна. Следующий слайд. Общим итогом политики, направленной на повышение благосостояния населения и развитие системы здравоохранения, стал естественный прирост населения, зарегистрированный в прошлом году за последние 20 лет. В этом году, докладываю, данная демографическая ситуация у нас сохраняется и по оперативной информации, и по официальной информации плюс 0,6. Тем самым, все те показатели, которые мы взяли на себя, жители ощущают уверенно в завтрашнем дне стабильность в обществе, тем самым рождаемость детей в семьях вторые, третьи, четвертые у нас за последние годы улучшается. Это, считаю я тоже сильной стороной, прежде всего, жителей уже республики. Чтобы осуществлять масштабную социальную поддержку, чтобы люди могли сами заработать себе на жизнь, чувствовали уверенно в завтрашнем дне, нужна крепкая, динамично развивающаяся экономика. Это, конечно, локомотивом является. Сегодня у республики высокий кредитный рейтинг, это по оценке двух международных агентств, фич и мудиц, и в этом году они опять-таки оценку сделали и подтвердили наш кредитный рейтинг. Во многом, это, конечно, стало благодаря эффективному управлению общественными финансами. Вы знаете, мы внедрили проект электронный бюджет в числе четырех регионов Российской Федерации и с Министерством финансов Российской Федерации здесь мы устраиваем такие взаимовыгодные и эффективные отношения. Они смотрят наши параметры бюджета. Мы, соответственно, имея право, иной раз просим, обращаемся, и наши обращения всегда находят поддержку. Это даже по тем бюджетным кредитам, которые мы оформляли, мы идем на переоформление не на один год, на три или на пять лет. По государственному долгу несколько слов. Много очень дольше разговоров. Ответственно перед вами хочу заявить. Возьмем мы 2007-2008-2009 годы. Республика возвращала по своим обязательствам 2 миллиарда 52 миллиона рублей. берем 2011-19-2013 годы. Мы с бюджета республики по тем долгам, которые оформляли, вернули 11,8 миллиарда рублей. Это почти что в 6 раз больше. И в то же время возвращая эти долги, мы же все социальные свои обязательства, соответственно, выполняем. Конечно, финансистам, экономистам и всем вам должно быть понятно. Здесь даже больше и комментировать не буду. По поддержке малого и среднего бизнеса. 1 миллиард 268 миллионов рублей направлено на поддержку малого и среднего бизнеса. Это тоже огромные средства. Прежде всего для того, чтобы наши предприимчивые предприниматели могли создавать свое предпринимательское дело и открывать рабочие места. И эту государственную поддержку мы будем дальше усиливать с одной единственной целью, чтобы эти рабочие места устраивали работникам, которые работают в предпринимательстве или у предпринимателя, и тем самым, соответственно, пополняли свой семейный бюджет. Мы постарались изменить основные принципы расходования бюджетных средств. Во главу угла была поставлена эффективность их освоения, а не объема. То есть необходимо добиваться, чтобы в результате проведения открытых торгов на государственный или муниципальный заказ первоначальная цена на исполнение госзаказа или муниципального заказа снижалась. А у нас экономленные средства, мы по новой проводили аукционы и эти средства, опять-таки, направляли на разрешение тех проблем, которые на сегодняшний день ставят жители республики. Несколько слов по повышению эффективного использования государственного имущества. На сегодняшний день государственное имущество республики и мы ставим свои задачи перед муниципалитетами, чтобы продавалось только через аукционы. Вот если взять показатели, вот на слайде они видны, мы от первоначальной оценки имущества, которое находилось в казне республики, получали даже убытки. В связи с тем, выставлялись по одной цене, по разным причинам имущество продавалось по заниженной цене. В итоге, соответственно, республика не зарабатывала. Если взять 2011-2013 годы, мы идем с плюсом, это нормальный процесс, это говорит о том, что имущество сегодня продается публично, без, так скажем, сдерживающих факторов, кто на сегодняшний день участвует, тот и, соответственно, покупает, предлагая соответствующую стоимость. Тем самым здесь убирается отношение между чиновниками, все те вопросы бюрократии, которые имеются, и вопросы коррупции по максимуму тоже снимаются. И поступаемость бюджета от продажи имущества у нас с каждым годом увеличивается. Как итог всей этой нашей работы, за первые полугодия 2013 года Чувашия занимает первое место в Приворском федеральном округе по темпам роста поступлений собственных доходов в консолидный бюджет республики. Это тоже такой значимый показатель, хотя вы слышите, региональные бюджеты на сегодняшний день напряженные, и макроэкономические показатели у нас упали, с другой стороны, можно сказать, пополнение бюджета снижается, но по всем цифрам, по официальным данным налоговой службы, на сегодняшний день мы пополняем доходную часть бюджета республики. Следующее, значит, по пожарной безопасности я хочу взять. Задача органов власти была, и она остается обеспечить безопасность жителей республики. Вот за три года какие пожары были, и за 2011, 2019, 2013 годы, 2010 год, конечно, это аномальный год, и в прошлом году определенная такая ситуация была по погодным условиям, допустили буквально единичные пожары. И, в принципе, вы сами ощущаете, лесопожарная служба работает эффективно, потому что мы их оснастили соответствующей техникой, о деле, о буле, можно сказать, и все мероприятия, которые должны они делать, они на сегодняшний день делают. Следующий слайд. Как бы в заключение хочу подчеркнуть, что сегодня экономическая и политическая ситуация в республике, она стабильная, созданы важные институты гражданского общества, это общественная палата, знаете, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, уполномоченные по защите прав предпринимателя. Эти институты на сегодняшний день, работая и выполняя свои прямые функциональные обязанности, конечно, будут доводить соответствующую информацию, официальную информацию, для того, чтобы органы власти здесь все эти упущения, которые имеются, в отношениях выстроенных с должностными лицами, конечно, мы будем отрабатывать. Наша промышленность, вы знаете, не диверсифицирована, поэтому макроэкономические показатели, если взять официальные данные, по итогам 7 месяцев могу я назвать, на уровне 88,2%. Если взять 2009 год, мы упали, было вообще до 74%. По этому году, в первом квартале, цифры были на уровне 84%. Вроде бы сейчас динамика улучшается, но по итогам года мы будем официальные итоги подводить и будем докладывать перед вами. Конечно, значимый показатель здесь у концерна тракторные заводы, это заводы «Пронтракторвагон», самого концерна тракторные заводы, но за счет развития других отраслей, которые на сегодняшний день работают с приростом, мы два варианта посчитали. Один вариант – это на уровне выше 100%, год будем заканчивать, другой вариант – на уровне 98%. По этим параметрам мы посчитываем при уточнении бюджета наши бюджетные проектировки и тем самым будем докладывать жителям Чувашской республики. Спасибо за внимание, теперь я готов отвечать на ваши вопросы. Национальное телевидение, пожалуйста, первый вопрос. Здравствуйте, Национальное телевидение, Татьяна Молокова. Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, какие отношения за эти три года у вас сложились с Федеральным центром? Спасибо за такой вопрос. С Федеральным центром у нас отношения выстроены, рабочие вопросы, которые возникают, и мы ставим, они разрешаются. Если взять стратегического плана, могу тоже сказать, во-первых, в июле месяце 2019 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Чувашской автономии и 550-летия образования города Чебоксары. В январе 2013 года было подписано распоряжение о выполнении плана мероприятий в соответствии с этим указом и практически стоимость, если взять и бюджетные средства, и внебюджетные источники, более чем 25 миллиардов рублей. Это огромные средства. И как раз начиная с 2014 года, первые бюджетные проектировки закладываются в федеральном бюджете. Это первое. Второе. Вы знаете, президент России провозгласил три проекта за счет фонда национального достояния. Это строительство высоко скоростной магистрали. Не скоростной магистрали, а скоростная магистраль у нас ниже Новгорода идет в Питер. И стоимость этого проекта практически огромная. По нашей территории будет проходить 120 километров. И фактор времени для пассажиров, и стоимость билета, и наиболее комфортные условия будут создаваться. Это будет проходить по четырем муниципальным образованиям. Тоже знаете, это Ядринский район, Маргаушский район, Чапоксарский район и Марбасадский район. Мы к этому, конечно, должны готовиться. Кроме этого, по бюджетным проектировкам, по федеральным адресным инвестиционным программам, по бюджету развития, по капитальным вложениям, по итогам прошлого года, вот среди регионов привозка федерального округа, у нас цифры неплохие. Рост был в 2019 году к уровню 2011 года на 144%. Понятно, приоритеты расставлены в соответствии с указом президента Российской Федерации и другие, и, исходя из этого, мы на сегодняшний день бюджет тоже корректируем. И все остальные объекты инвестиционного характера, которые проходят по нашим отраслевым министерствам, мы будем строить и вводить их в эксплуатацию. Добрый день, Александр Кузьмин, Российская газета. Михаил Васильевич, такой вопрос. В августе одним из событий стало заключение так громко называемого трехстороннего соглашения между правительством республики, администрацией города и одним из застройщиков по застройке микрорайона Богданка. Это трехстороннее соглашение. То есть застройщик берет на себя какие-то обязательства, но и достаточно серьезные обязательства, связанные с большими денежными вливаниями, берет на себя и правительство республики. Насколько вы оцениваете эффективную такую работу? Нет ли у республики, у правительства риска остаться в минусе в результате выполнения этого соглашения? И насколько работа по таким видам соглашений возможна с другими застройщиками у нас в республике? Спасибо. Спасибо за вопрос. Вопрос вообще такой, я вам неинтересный. Насколько вы знаете и владеете той ситуацией, которая у нас сегодняшний день имеется, микрорайония Богданка, так называемая, да? Вы знаете, дома поднимаются как грибы. На самом деле инвестор, который реализовывает данный проект, на сегодняшний день в практике показывает свои результаты. Он выкупил через конкурсное производство индустриальный домостроительный комбинат, и тем самым у него еще есть возможности. Я сам лично тоже посещал данный завод. В связи с тем, что нужно быстрее по фактору времени нам двигаться, в каком направлении? Во-первых, там очень много аварийного жилья. Этих людей надо переселять. По тем утвержденным расценкам по стоимости 1 квадратного метра жилья, на сегодняшний день коммерческие строительные организации не укладываются. В связи с этим мы предложили городу, я сам выезжал несколько раз, рабочие совещания проводил, и инвестор вместе с городскими властями договорились о том, чтобы, заключая данное взаимовыгодное соглашение для обоих сторон, решить какие проблемы? Во-первых, достроить развязку, которая на сегодняшний день не достроена. Не достроена. Дома строятся, жители на сегодняшний день, которые вселяются в эти дома, покупают автомашины. Вы видите, на стоянках, прямо перед домами, становится очень много машин. И тем самым, если мы этот вопрос не решим, через 3 года пробка будет на Богданке существенная. В связи с этим, этот вопрос разрешаем. То, что подписано было 40 тысяч квадратных метров жилья, это примерно в год около 6 тысяч квадратных метров, с аварийных домов, за счет государственной поддержки и за счет подписанного этого соглашения, мы будем переселять семей, которые живут в аварийном доме. Там практически дома 50-60-х годов, и практически все удобства еще, к сожалению, на улице. И в остальном, строительство, это третье хочу сказать, это объектов учреждений, социальной сферы, это детские общеобразовательные учреждения, школы, но и офисы врача общей практики в данном микрорайоне. И тем самым будут созданы соответствующие условия, прежде всего, для жителей данного микрорайона. Рабочие вопросы, конечно, не будут возникать. Самое главное, подписанные соглашения не являются догмой, туда будут вноситься соответствующие изменения, с учетом изменения ситуации. В то же время, хочу подчеркнуть, данный инвестиционный проект проходил за счет в Министерстве оригинального развития, и с бюджета было вложено на коммуникации более 500 миллионов рублей. Это стимул для строительства домов, для того, чтобы нам быстрее обеспечивать жителям, уже которые стоят в очереди, на общих основаниях, соответственно, в администрации города Чебоксара. Газета СССР, Чувашия. Обозреватель Розамасова. Михаил Васильевич, стало известно на днях о том, что в Чебоксарах собираются разместить свои информационные центры и управленческие подразделения два крупных банка. Это означает появление в столице Чувашии 2,5 тысяч квалифицированных рабочих мест. Скажите, пожалуйста, кто будет работать в этих подразделениях? Наши выпускники или же приглашенные со стороны специалисты? И есть ли какая-то договоренность с этими банками о подготовке кадров для их нужд? Спасибо. Спасибо за вопрос. С последнего, наверное, начну отвечать. На сегодняшний день рынок труда, он открытый. Российское пространство открытое. Исходя из этого, какие-то барьеры для тех людей, которые будут наниматься туда на работу, мы не можем препятствий создавать, ибо будем нарушать тогда трудовое законодательство. На самом деле, вы очень правильно подметили, что два коммерческих банка решили на территории города Чебоксары открыть свои колл-центры. Это практически примерно 2,5 тысячи рабочих мест. Рабочих мест современных с достойным уровнем заработной платы. Банк ВТБ-24, насколько мы общаемся, быстрее разрешить эти вопросы. И в течение 2014 года практически у них вот этот центр будет работать уже на полную мощность. По следующему банку, это банк практически открытия, там около тысячи работающих. Исходя из этого, на сегодняшний день они тоже принципиальные решения приняли. С Министерством финансов Чувашской республики соответствующее соглашение заключено. И сегодня идет процедура оформления зданий и сооружений. Они на рынке выкупают все это дело. И мы будем оказывать содействие для того, чтобы эти центры быстрее заработали. Для сведения могу здесь тоже подчеркнуть, эти центры будут обслуживать европейскую часть регионов Российской Федерации. Вот у ВТП-24 имеется центр в Алтайском крае. Это как бы получается у нас Сибирь, да? А здесь Чебоксаров. Это очень здорово. И сегодня наши студенты, я вчера общался в университете, другие образовательные учреждения, которые готовят специалистов, да? Финансистов, экономистов, юристов и ряд других специальностей управленческого направления будут там трудоустраиваться. Для них вот перспектива или мотивация очень хорошая здесь открывается. Самое главное здесь, человеку надо иметь соответствующие навыки, знания и достойное рабочее место будет обеспечено. Конечно, они будут принимать на определенной конкурсной основе. Здесь, конечно, молодые люди должны готовиться без страха к этим конкурсам. Я надеюсь, абсолютное большое количество работающих будут жители нашей республики, выпускники наших учебных заведений. Спасибо за субтитры. Когда в городе Николай Фурамин был в пазаре, он был в пазаре и он был в пазаре и он был в пазаре. Когда в городе Николай Фурамин был в пазаре и он был в пазаре, он был в пазаре и он был в пазаре. еще к причинам. Неколай Урамин же пазарберегаласползасан. Боянхигуна хула пақса пырат, шак ессене, онда баянхигуна турбалуштарашы, Урамин же машиноземширеймеші, шак ессене тузапдерзесе, обшесвалы транспорт үжасы бірге хула әрдючзембе ібір калашта татылатпар. Баянхигуна гонда еге енжен, ежуна ежуна бұлать, преремешвал обшесвалы транспорт, екемеш, коммерческий предпринимателзе, хайзен маршуцине, үсасан, хинзене, шуреме, тепер варянпулы. На сегодня, по итогам развития агропромышленного комплекса, если взять в целом, я хочу сказать следующее, тружинники селяне на сегодняшний день знают свое дело и трудятся по своим направлениям ведения бизнеса. Итоги последних лет показывают, что индекс физического объема в среднем составлял с ростом 4%. Согласно тех параметрах, которые были подписаны и на федеральном уровне, на сегодняшний день республика выполняет свои обязательства. Да, там есть определенные упущения. В зависимости спроса на потребительском рынке сельхозтоваропроизводители принимают решения, ответственные, чем они будут заниматься. В рыночной экономике заставить сельхозтоваропроизводителя работать в убыток себя органы власти не могут. Если мы это будем делать, то мы должны возмещать соответствующие выпадающие доходы этим сельхозтоваропроизводителям. В ином случае в убыток себя работы они могут разориться. Следующий вопрос был по развитию рынка по улице Николаева. На сегодняшний день рынок он работает. Для того, чтобы было удобно горожанам и селянам доезжать до этого рынка, после завершения всех ремонтных работ на улице Николаева городские власти оценивают ситуацию и будет принято соответствующее решение по открытию общественного транспорта. Общественный транспорт это по линии Чуважа-Автотранс и общественный транспорт по линии наших предпринимателей, которые работают на маршрутах. По максимуму мы здесь примем решение для того, чтобы было удобно нашим жителям туда добираться. Но вот то вы сами ощущаете на сегодняшний день. С одной стороны, мы должны быть современными, мы должны быть конкурентоспособны со всеми теми производителями, которые есть на рынке, имея в виду на мировом рынке. Сегодня есть желтые корзины, сегодня есть зеленые корзины, все это посчитано. В федеральном бюджете были предусмотрены средства для минимизации и возмещения выпадающих расходов наших психо-товаропроизводителей, но в реальной практике произошло то, что должно было произойти. Цены на свинину упали, цены на мясо птицы тоже упали. И исходя из этого, на сегодняшний день мы до этого предупреждали производителей свинины, что они не могут конкурировать с странами Евросоюза и другими странами дальнего зарубежья. Поэтому выигрывает только здесь тот, кто издержки производства сокращает и на промышленной основе, на индустриальной основе производит эту продукцию. Поэтому поголовье свиней тоже у нас упало, но и поголовье КРС падает, связи с тем, что цены на говядину тоже упали. Они были, вы знаете, процентов на 30 выше сегодня, с учетом того, что упало. На сегодняшний день, конечно, ситуация пока негативная сложилась. Мы получили соответствующие средства федерального бюджета, которые направили сельхозтоваропроизводителям на возмещение выпадающих доходов. Покрыло это все расходы или не покрыло? Можно сказать, конечно, не покрыло. Спасибо. ГТРК Чуваши, Анжелика Кириллов. Гостерадио компании Чуваши. У меня следующий вопрос. Республика поставила перед собой задачу в ближайшие 2-3 года обеспечить маленьких жителей Чуваши местами в детских садах. На мой взгляд, отчасти довольно амбициозная задача, с учетом того, что в столице Чуваши сегодня очередь перевалила уже за 18 тысяч человек. Группы переполнены, и периодически возникают проблемы с недобросовыми подрядчиками. И с этим может быть такое даже пожелание. Не стоит ли сейчас уже озаботиться вопросом нехватки путевок в детские оздоровительные лагеря? Дело в том, что эта проблема уже через 5 лет, я думаю, возникнет. Может быть, увеличить количество мест в имеющихся сейчас в детских оздоровительных лагерях, и Республика наверняка может обратиться с инициативой к депутату Госдумы Алене Аршиновой выступить с программой создания организации летнего отдыха детей, что, может быть, вовлечется за собой строительство новых лагерей, которых уже давно построили. Спасибо. Спасибо за вопрос, за беспокойство про наших ребятишек. Вы знаете, у нас программа, которая была утверждена на кабинете министров, сегодня актуализируется. Для строительства детских образовательных учреждений мы получили дополнительные средства с федерального бюджета, то, что не было. В этом году 614 миллионов рублей, и в перспективе ожидаем дополнительные поступления. Эти 614 миллионов рублей, они у нас в работе. До этого рассчитывали только на свой оригинальный бюджет. Это первое. Второе. Мы говорили, что с 1 сентября текущего года для детей в возрасте с 3 лет мы разрешим в больших очередей наши детские сады. На самом деле, по факту, это мы выполнили. Для детей в возрасте с 1,5 лет мы говорили, еще раз могу это подчеркнуть, в 2015 году мы разрешим эту проблему. С учетом тех инвестиций, еще раз подчеркиваю, которые получаем из федерального бюджета. Конечно, рождаемость растет, и оздоравливать детей нужно. В то же время, я отвечаю, каждый год мы оздоравливаем около 100 тысяч школьников, детей в наших оздоровительных лагерях, и кроме этого, в пришкольных лагерях, которые создаются. Конечно, с бюджета выделить средства на эти проблемы на сегодняшний день мы не можем в течение трех лет, ибо у нас приоритет – это строительство детских образовательных учреждений. Распулять средства будем, значит, и садики не достроим, и все те приоритеты, которые обозначены, мы не выполним. Поэтому, что первично, что вторично, первично, вот на этом этапе мы решаем проблему очередей детских садов, потом будем смотреть на те вопросы, которые вы сейчас задали. Но, кроме этого, мы сегодня работаем в том направлении, чтобы по проекту привлечения частных инвесторов, создавая государственно-частное партнерство, разрешать вопросы оздоровления детей. Почему я так говорю? Вот возьмем оздоровительный лагерь «Росинка», да? Стоимость путевки приличная, никаких возмещений мы практически туда не даем. Но на сегодняшний день и наши жители, и у кого семейный бюджет позволяет, отправляют детей, и они оплачивают полные стоимость этой путевки. Вы знаете, что за Волжье у нас в перспективе получит газ. С ОАГ «Газпромом» мы договорились, проект на документацию сегодня готовится, это средства «Газпрома». И в 2014 году строительные работы там начнутся за счет инвестиций самого «Газпрома». Тем самым хочу сказать, вот за Волжье или левый берег Волги, за счет привлечения частных инвесторов, мы можем на оздоровление детей соответствующее благо создавать. Потому что территория привлекательна, дороги есть, газ будет, вода есть, 10-15 минут можно переезжать и тем самым развиваться будет. По остальным оздоровительным нагорям, прежде чем новые строить, нам нужно, конечно, капитально отремонтировать те учреждения, которые мы до конца еще не отремонтировали. Валентина Смирнова, газета «Хабар». Не секрет, что народ в деревне сейчас спивается. Причина в основном – это безработица. Есть ли выход из этого положения? И второй вопрос у меня. Такой насчет земельных участков, которые выделяются жителям с тремя детьми. Очередей много, особенно в Чебоксарах. Говорят, нет свободной земли. Ожидается ли позитив в этом направлении? Спасибо. Спасибо. Конечно, тема очень актуальна и серьезна по употреблению алкогольных напитков. Административными рычагами здесь невозможно разрешить. Кто в советское время жил, работал, вы знаете, меньше тоже не пили, по сути дела. Если вот динамику взять, сравнение взять, на предприятиях пили. Я сейчас бываю на предприятиях, допустим, работодатели создают соответствующие условия, соответствующая дисциплина, и пьяных людей на производстве я нигде не видел. В советские времена были и эти негативные моменты. После обеда там начинали потреблять, и не в меру, и через проходные проходили шатающиеся работники. Вот эта динамика, если сравнивать, какой общество мы живем. Да, проблемы есть, мы это признаем. Да, с этим нужно заниматься, поэтому соответствующие нормы, действующие в законодательстве, тоже приняты. Условия продажи ужесточаются. Лишаем лицензий торгующих организаций, кто нарушает правила торговли. Соответствующие расстояния сегодня по продаже алкогольной продукции приняты от наших учреждений в социальной сфере. Ряд других моментов. Но в то же время, конечно, вовлекая людей в труд, вовлекая физической культурой и спорт, создавая мотивацию, мы должны, конечно, снижать все те негативные тенденции, которые у нас имеются. Поэтому это нужно делать сообща, культура каждого человека, культура и воспитание каждой семьи здесь, конечно, она должна быть. С другой стороны, если вот взять праздники, да, День Республики, День города недавно проводили, допустим, я по центральной улице, по проекту Творческий бульвар, сам пешком прошелся от начала до конца. В обед без никого переоделся, пошел на набережную, прошелся, людьми пообщался. Никто на сегодняшний день, общаясь, я даже не почувствовал, что у них запах есть, никакого пьяного человека не увидел. И по данным правоохранительных органов, практически правонарушений было буквально единицы. Все точки зрения говорить, культура все равно меняется в лучшую сторону. Люди ощущают ответственность, и культура поведения меняется. Это очень важные показатели, это ключевые показатели. Да, есть определенные негативные тенденции, с чем мы должны сообща бороться. Вот мой ответ. Второе, по землям для предоставления многодетным семьям. Я хочу сказать, мы учет ведем, ориентировочно на сегодняшний день половина многодетных семей, которые стоят у нас на учете, подали заявление на получение земельных участков. В сельской местности эта проблема разрешается лучше, чем в городских округах. Большая проблема у нас, конечно, в городе Чебоксар, абсолютно вы правильно говорите. Что мы сделали? Мы восстанавливаем нарушенные преимущественные права республики или муниципалитета. Городу Чебоксары мы за последние месяцы передали 94 гектара. Это на территории Маргаушского района, рядом Шомикова, Кадегасы. Эти земельные участки сегодня город оформляет. Там надо им провести что? Публичные слушания, план землепользования, застройки надо утвердить, ряд других документов. И тем самым они, эти земельные участки, я говорил это публично год назад, будут предоставлять многодетным семьям. Второй вариант, который на сегодняшний день обсуждался на уровне федерального центра, на уровне президента Российской Федерации, это предоставление квартир этим многодетным семьям, кто земельный участок, получая, не может строить и никогда не построит. Это альтернативный вариант. Соответственно, мы оцениваем сегодняшнюю ситуацию, соответствующие нормативно-правовые документы будут приняты на федеральном уровне и на уровне республики. Мы тоже будем принимать, и соответствующие условия будут для многодетных семей. Национальное радио, пожалуйста. Национальное радио Анастасия Акшарова. Михаил Васильевич, как Вы относитесь к фактам коррупции, которые то и дело в последнее время выявляются среди глав муниципалитетов? Одним словом, негативно. Почему я так говорю? Потому что любое должностное лицо, когда нанимается на службу, на муниципальную службу, на государственную, гражданскую службу, он осознает, какими ограничениями он столкнется. Но, по крайней мере, по тем возбужденным уголовным делам, правоохранительными органами на сегодняшний день работы проводятся. Следственно, процессуальные решения тоже принимаются. Но, конечно, конечное решение, согласно действию закона, примет суд. Решение суда будет, мы можем сказать, человек виновен или не виновен. С другой стороны, мы работаем по противодействию коррупции, вы это знаете, и по разным оценкам, по опросу наших жителей, по оценке общественных организаций. У нас в республике вопросов коррупции все меньше и меньше становится. Или население сталкивается с чиновниками, которые там занимаются вымогательством, рядом других вещей, все меньше и меньше становится. Поэтому данная работа будет проводиться жестко, принципиально, объективно, имея государственные подходы. Национальное телевидение, пожалуйста. Надежда Яковлева, Национальное телевидение. Хотела бы затронуть тему экологии. Обстановка на Волге становится с каждым годом все хуже и хуже. Если в предыдущие годы люди жаловались на то, что невозможно купаться, вода цветет, то в этом году многие из нас заметили, что в июле месяце невозможно гулять по набережной. Вода очень сильно пахнет. Наверное, с поднятием уровня водохранилища проблему можно было бы решить. Но этот вопрос стоит на месте. Можно ли как-то другими методами решить эту проблему? На самом деле эта проблема есть. Вы знаете, проект подъема уровня воды до 68-й отметки государственный заказчик в лице Русгидроподготове. Русгидроподготовил, прошли общественные слушания. Эксперты дали соответствующие свои заключения. На сегодняшний день Акционерное общество Русгидро где-то осенью представит правительство РФ для принятия соответствующего решения. Какое решение будет принято? Документы будут изучать, документы будут оценивать. Есть определенные силы, которые против подъема на 5 метров. Но с другой стороны, если взять, абсолютно правильно отмечать, это вопросы экологии. Не столько на сегодняшний день государственный заказчик ставит вопрос выработки электроэнергии, которые на сегодняшний день тоже имеют место. Вопросы экологии, вопросы водного транспорта. Водный транспорт, он самый на сегодняшний день дешевый по сравнению с другими видами транспорта. Выработка электроэнергии и чистота воды. Это уже чистота воды, как качественная питьевая вода для обеспечения жителей города Чебоксар и города Новочебоксар. Чем качество воды в Волге выше ГЕС хуже, чем больше мы тратим разные расходы, для того чтобы привести соответствующее качество питьевую воду, которая, ну, храма, питьевая, техническая, ряд других. На сегодняшний день городские власти говорят, что с краном можно воду пить. Поэтому я здесь не берусь эти вопросы комментировать, раз должностные лица говорят, это одно дело. Другое дело, жители сегодня качественную питьевую воду покупают. Поэтому мы отслеживаем эти вопросы. Мы свою позицию заняли, чтобы решение было принято окончательное о подъеме на 5 метров уровня Чебоксарской ГЕС. Это наша принципиальная позиция. Поэтому мы на этой принципиальной позиции будем стоять. А то, что запахи, конечно, водоросли, это вы знаете, камыш растет. Потому что мелководье с каждым годом становится все больше и больше. Если там 5 лет назад было около 1 трети, сегодня уже больше 1 трети территории Чебоксарской ГЕС, это уже мелководье. Где как раз вот водоросли развиваются, все эти другие растения, которые создают вот эту среду, нехорошую среду в экологическом плане. Спасибо. Реа новости, пожалуйста. Михаил Васильевич, вот месяц назад где-то на совещании с главными муниципалитетами и надзорными органами Вы заявляли о необходимости расставаться с чиновниками, которые допускают халат на своей работе, ну или же направлять их на обучение. Вот какая работа по обучению халатных чиновников будет проделана в следующем году? Какие средства на это будут потрачены? На сегодняшний день каждый чиновник оценивается по выполнению своих прямых функциональных обязанностей. Когда чиновник, не имея соответствующих навыков, не имея соответствующего опыта, хочет их получить, его надо учить, направлять на соответствующие курсы повышения квалификации. Это мы делаем. Вот сотни тысяч выделяли, и в этом году средства у нас есть, но я дал соответствующее поручение, конечно, этих средств недостаточно, надо выделять миллион для того, чтобы готовить достойных, эффективных управленцев в сфере государственного и муниципального управления. Это первое. Второе. Когда государственные или муниципальные служащие не выполняют на систематической основе свои прямые функциональные обязанности, учить их бесполезно, с ними нужно расставаться. Прием на работу служащих осуществляется на конкурсной основе. Мы тоже в администрации главы объявляем эти конкурсы, министерство объявляет, администрации городов и районов объявляют. На конкурсе иной раз подают заявление 5 человек, 10 человек, 15 человек, выбирают самых лучших, я бы сказал, но потом, соответственно, работодатели с ними расстаются. Здесь вот вы правильно помещаете, халатность, да, халатность, да, на самом деле она и есть. Исходя из этого, кто обучаем, мы их будем обучать, кто на сегодняшний день на систематической основе не выполняет, с ними будем расставаться и предлагать на рынке труда другие рабочие места. Ответил? Спасибо. И Тартас, пожалуйста. Михаил Васильевич, мой вопрос, наверное, немножко будет больше относиться к теме «Чувашская, значит, отличная». Вот когда я начинала свою журналистскую биографию, именно в Чувашии, где рожь была фирменной, главной культурой, услышала такую поговорку, очень мудрую. «Матушка рожь кормит всех сплошь, а пшеничка сестричка только по выбору». Не случайно у нас как-то вот были высокие урожаи. Об этом мне говорили многие председатели, многие видные такие хлеборобы, в том числе, например, Евтихий Андреевич Андреев, Айдак Аркадий Павлович. И, кстати, вот мои информации о рожь, о почете, которым она окружена, у хлеборобов, каждый год шли и были очень востребованы на рынке журналистики. Сейчас, увы, у нас рожь в пасынках. И такие как бы, ну, отговорки, ну, причины, что ли, то там заморозки, то град, то еще что-нибудь. Ну, в общем, погода-непогода невыгодна. Так вот, наверное, такие вопросы. А есть ли надежда и шансы ржи вернуться в число, так сказать, фирменных продуктов в Чувашии и выйти в число лидеров, чувашская, значит, отличная, это же дефицитная культура, сделать ее выгодной. И не готовится ли у нас вот какая-то такая весьма крутая программа, чуть ли не на уровне нанотехнологий, биотехнологий, в которой бы сочеталась и вековечная крестьянская мудрость, и современные техники, агротехника и техника, чтобы снова вернула свое доброе имя наша матушка Рожь. И уже вот конкретный вопрос, не будет ли в нынешнем году уже увеличиваться как-то вот озимое ржаное поле, расти ее площади. Спасибо. Спасибо большое за такой вопрос, серьезный, интересный. Конечно, культура питания меняется, и спрос на рынке тоже меняется, то, что я вот вначале сказал. На самом деле по Волжье не только мы и другие регионы, соблюдая все обороты, всегда выращивали рожь. Рожь прежде всего выращивали для чего? По агротехнике это борьба с сорняками, первое. Второе, это зерно плюс солома, да, вот ржи всегда больше соломы выходит, там по коэффициентам, если возьмем, нет другой культуры, которая бы столько соломы давала. Третье, это как органика на сегодняшний день, с точки зрения улучшения плодородия земли. Вот насколько мне помнится, даже в детстве, когда еще не был специалистом, после ржи всегда сажали картофель, ибо сорняков меньше, и почва становится лучше по своим плодородным качествам. Но то, что последние годы объемы производства ржи снизились, это правда, тоже никаких секретов нету, что мы сделали для того, чтобы эту культуру сохранять, ибо содержание соответствующих микроэлементов в этом продукте полезные для человека имеются. Вот коммерческая организация Букетчуваши создал производство по переработке ржи для производства кваса. Это концентрат ржаного, ржаной концентрат для производства кваса, который сегодня на рынке востребован. Конечно, мы на рынке на сегодняшний день покупаем народный хлеб, серый хлеб, черный хлеб, потребители есть, и поэтому по объемам потребления республики, если посчитать, 35-40 тысяч тонн на потребительском рынке сегодня востребована продовольственная ржи. Исходя из этого, на сегодняшний день, конечно, сельхозтоваропроизводители будут выращивать, и рожью мы практически все потребности Чувашской республики обеспечиваем. Второе, для продажи за пределами Чувашской республики, конечно, таких возможностей очень мало, ибо Россия вступила в то, вы знаете, в Европе практически рожь не выращивают, это вы знаете, без меня. Все зависит от спроса и предложения. Спрос будет, сельхозтоваропроизводители по объемам производства будут увеличивать. Тут техника, она такая же, такая, как на выращивании других зерновых культур, и тем самым я никаких проблем не вижу. И следующее хочу сказать, вспоминая историю, селяне всегда пекли у себя дома хлеб. Вот на село, если поедем, очень мало семей остались, которые, соответственно, пекут хлеб. Зимой, допустим, да, у каждого дома были русские печки, запах хлеба, запах ржи, то, что вот сейчас вы говорите на самом деле, оно стояло прямо на улице, в оврагах. Конечно, тоже сейчас этого нету. В магазинах, в сельской местности практически все, что востребовано, продается, щебоксар везут, предприниматели создают эти рабочие места и тем самым потребляют. С другой стороны, жители на сегодняшний день экономят свое время, и не надо каждому печь хлеб, если вспоминать историю, каждый должен заниматься своим делом. По этому году, по объемам или по площадям сева, насколько Министерство сельского хозяйства оценило, 20% от клина зерновых, если 100 тысяч гектаров возьмем, примерно, ориентировочно должно быть 20 тысяч гектаров. Под посевами, а зима ржи. Канажская студия телевидения, пожалуйста. Добрый день, Михаил Васильевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Любовь Кулагина, Канажская студия телевидения. Мой вопрос касается сферы ЖКХ. Одно из последних постановлений правительства, номер 344, от 16 апреля текущего года, о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ по вопросам предоставления коммунальных услуг, ставит, на наш взгляд, в невыгодное положение некоторые коммунальные организации ЖКХ. В соответствии с этим постановлением, все общедомовые потери ложатся на плечи коммунальных организаций, управляющих организаций. Это и неплательщики, и различного рода утечки, и, будем говорить, воровство тоже имеет место. Одна из управляющих компаний города сообщает, что только за июнь месяц, только по водоснабжению, пять управляющих компаний города понесли убытки в размере 380 тысяч рублей. Разумеется, если копнуть глубже, то здесь будут фигурировать уже гораздо большие суммы. Вот на ваш взгляд, не ставит ли данное постановление в неравные условия два юридических лица? С одной стороны, управляющей компанией, с другой, ресурсоснабжающей организацией, где лоббируются интересы именно ресурсоснабжающих организаций. Спасибо. Спасибо за вопрос. Но вы знаете, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства наводится определенный порядок. По опросам, вопросы жилищно-коммунального хозяйства волнуют жителей многоквартирных жилых домов. На данном случае город Канаж. Сегодня, отвечая на ваш вопрос, я могу сказать следующее. Сегодня, вы правильно сказали слово «воробство», да? По оценке соответствующих служб, государственной жилищной инспекции, самих управляющих компаний, по отдельным многоквартирным домам, это очень значимо. Врезались в сети, коммуникации, за это платились жители многоквартирных жилых домов. Жители многоквартирных жилых домов, когда не платили, образовывался долг у управляющей компании перед ресурсосберегающей организацией. Тоже вы правильно это помечаете. Поэтому законодательная норма, она предписана для того, чтобы ужесточать все эти моменты, которые имеют место. Но здесь заинтересованность управляющей компании, она первична. Почему я так говорю? Допустим, управляющая компания, ведя свою финансово-хозяйственную деятельность, сегодня нарабатывала кредиторскую задолженность. Сегодня, когда вот эти нормы начали применяться, управляющие компании начали мониторить, что же происходит, кто потребляет, кто за что платит. В итоге данная норма направлена не на ухудшение ситуации, данная норма направлена на улучшение ситуации. И поставщики энергоресурсов на сегодняшний день по тем заключенным договорам будут требовать управляющей компании, а управляющая компания обязана платить за то, кто у него и что потребляет. Жителям многоквартирных жилых домов они будут платить, а те вопросы хищения соответствующих энергоресурсов, которые имеют на сегодняшний день в практике место, соответственно, с ними они должны разбираться. Или отрезать, или заставить их платить через соответствующие счетчики, которые должны быть установлены. В ином случае мы долгие годы еще будем говорить об этих вещах, и никогда порядка не будет. Правда, ПФО хочет задать вопрос? Пожалуйста, Александр Борисович. Вопрос следующего рода. Михаил Васильевич, как указано на декларации, которая размещена на сайте Центра избирком России, вы имеете крупный пакет акций кооператива «Согласие», оформленные акции, правда, там указано, оформлены на вашу супругу. Скажите, пожалуйста, как дела у этого кредитного кооператива? Все ли благополучно? И второй момент. Вот этот кооператив, он связан, аффилирован с страховой компанией «Поддержка». Вот у нас сельхозпроизводители очень пострадали в связи с засухой. Все ли обязательства будут выполнены перед ними? Спасибо. Спасибо за вопрос. Этот вопрос не первый год уже обсуждается, и жалобы были, соответствующие органы проверяли, на госсовете мне задавали вопрос, я отвечал. Никаких акций, о чем вы говорите, в кооперативе «Согласие» нет. Кооператив «Согласие» – это не коммерческая вообще организация. Там цель у некоммерческой организации не зарабатывание прибыли, а удовлетворение своих пайщиков или учредителей. Каждый, кто на сегодняшний день является там членом кооператива, насколько мне известно, и по закону, и по факту, имеет один голос. То, что там в ОС-упрыге предписывали, что там 500 тысяч акций, потом конфликт интересов по страховой компании «Чувашья поддержка», о чем сейчас вы говорите, ничего этого нет. Если было бы, давно бы были там другие решения приняты. Поэтому, то, что вы сейчас задаете, я открыто перед вами докладываю, то, что уже говорил, там нет никакого конфликта интересов. Кооператив «Согласие» вообще не является учредителем страховой компании «Чувашья поддержка». Это первое. Второе. По возмещению убытков сельхозтоваропроизводителям по итогам 2010 года. Вы возьмите перечень страховой компании по Российской Федерации, какие страховые компании своим сельхозтоваропроизводителям сколько возместили. Насколько мне докладывали, страховая компания «Чувашья поддержка», где тоже доля республики там где-то 30%, насколько мне память не изменяет, они возмещали по заключенным договорам сотни миллионов рублей, имея свой даже резервный фонд страховой компании. Есть состоявшиеся решения судов, были там сельхозтоваропроизводители, недовольные, имея между собой хозяйствующие договора, обращались суды, правоохранительные органы. Согласно последнего решения суда по обращению фермера там Сурмарского района, что ли, суд ему отказал. В той части, которую он как страховщик хотели получить, но по представленным документам на сегодняшний день оснований не было и, соответственно, суд вынес решение пользу страховой компании «Чувашья поддержка». Это хозяйствующие договора между страховщиком и страховой компанией. Третье, хочу сказать. Когда были соответствующие проверки, Минсельхоз Чувашской Республики проверяли за последние три года. Вы это тоже знаете. Но мы средства не выделяли из бюджета страховой компании. Мы выделяли из средства с бюджета самим сельхозтоваропроизводителем. Сельхозтоваропроизводитель адресно получал эти бюджетные средства. И никто не давил сельхозтоваропроизводителю отправлять денежки туда-то. Это его право уже. Согласно всех тех правил, которые были приняты на федеральном уровне, на республиканском уровне. Вот мой ответ. Спасибо. Соль земли, пожалуйста. Михаил Васильевич, позавчера в интернете я прочитал. Представитель САННБФ утверждает, что в первом полугодии 2013 года продажи пива снизились на 13% по сравнению с тем же периодом 2012 года. В условиях падения спроса на пиво за прошедший год им пришлось закрыть в России два завода по производству пива в Питере и Курске. И вот два месяца назад в Чувашии третий пивозавод в Чебоксарске. Это позитивный момент. Но в то же время есть оборотная сторона медали. Бюджет Чувашии потеряет 600 миллионов налоговых поступлений от продажи пива. Вот что лучше? То, что Чувашии выигрывает от сокращения потребления алкоголя и каков выигрыш будет от повышения производительности труда, сокращения потерь по больничным листам и потерь от несчастных случаев от лиц в нетрезвом виде. И чтобы еще раз не подниматься, второй вопрос с вашего позволения. Много разговоров ходит о том, что вы окружили себя в правительстве родственники. Вот постоянно задают вам вопрос про Ивана Васильевича Исаева. Будто бы он брат вашей жены. Это правда или неправда? И заодно уж о миллионах, которые якобы зарабатывает ваша жена, в том числе на какие средства вы купили коттедж. Тут интернета очень много разноречивых слухов, но я понимаю так, лично от моего понимания, что происходит. Чуваши оказались в центре информационной атаки. И в том числе и на вас. Я думаю, может быть, с этим связано. Спасибо. 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 Насколько я понял, три вопроса. Пиво, родственники и миллионы. Хорошо. Отвечаю. На сегодняшний день принято решение, на самом деле, Новочебусарский завод на сегодняшний день закрыт. Согласно трудового законодательства проводятся мероприятия по увольнению работников, по уплате соответствующих выплат. Но это право работодателя. Мы долго обсуждали данный вопрос, как нам быть. Федеральная политика была направлена на то, чтобы повышать акцизы, акцизы были подняты, и борьба с алкоголизацией, о чем мы говорили. С другой стороны, касаясь бюджета, то, что акцизы от продажи пива, от производства пива отчисляется полностью в республиканский бюджет, мы просчитали, теряем сотни миллионов рублей. Как быть в этих условиях, да? Хотя, в то же время, если идем в магазин, дефицита пива нет, ассортимент огромный, кто хочет, кто какое пиво любит, может покупать. На сегодняшний день мы по всем расчетам, которые в бюджете были заложены в начале года, представили Министерство финансов Российской Федерации и практически Министерство финансов Российской Федерации нашей цифры приняли для работы где-то 400 миллионов рублей, там не 600, 400 миллионов рублей получается, потому что первом квартале они работали. Мы обосновали свои расчеты на чем? Во-первых, это федеральная политика, мы в бюджете предусмотрели, раз. Второе, мировая компания, имея на это право, как коммерческая организация закрыла производство, у нас появились выпадающие доходы. Эти выпадающие доходы, они у нас были учтены в межбюджетных отношениях между Министерством финансов Российской Федерации и между Чувашской Республикой. Поэтому при уточнении бюджета мы эти ресурсы рассчитываем, получим, на это есть принципиальное согласие руководства Министерства финансов. И с этой точки зрения после закрытия конечно они как коммерческая организация имеют право продавать данный имущественный комплекс. Вот что? Кому? Конечно мы будем отслеживать, на само теке этот вопрос не будем пускать, ибо там производительная техника имеется, если они на сегодняшний день, как сами говорят, оборудование будут вывозить, то эти помещения не останутся и любой покупатель, который купит данный имущественный комплекс может наладить другое производство. По потреблению пива на рынке есть лоббистские силы, есть мировые компании в данном случае, которые тратят огромные миллиарды рублей для рекламы своей продукции и для подачи соответствующей информации в целях защиты своего бизнеса. Поэтому вам тоже известно одно дело через средства массовой информации, официальная информация проходит, другое дело, как там они группируются, как между собой договариваются. Но в то же время я могу сказать, у нас есть букет Чуваши, на сегодняшний день то пиво, которое производит Бука Чуваши, оно качественное, об этом говорят наши гости, когда приезжают, даже и баварцы, и немцы, и голландцы, и французы, и другие иностранцы. Тем самым они свое производство на сегодняшний не собирается уменьшать, у них есть соответствующий рынок, соответствующие потребители, и акции от этого завода мы полностью получаем. Второй вопрос по родственникам. Мне, конечно, интересно становится, вот на уровне сплетни и слухов так распускают, вот могу сказать следующее, моя позиция такая, ни один родственник близко окружении команды главы республики Игнатьева нет. Вот кто мне подтвердить по родословию вот данный министр или данный государственный гражданский служащий родственник родословия Игнатьева, моя жена как бы по прежней фамилии Мулякова, по родословию Мулякова, я готов соответственно соответствующее вознаграждение выплатить со счет своего семейного бюджета. Вот вопрос такой с одной стороны может быть я ответил мне всем понравилось но это так к сожалению с другой стороны нет я говорю к сожалению то что на уровне спеть не слухом потому что это же мешает работе предписывали Николаеву что там он кум министр это самой физической культуры и спорта тоже я помню значит говорили я отвечал вот еще раз заявляю нету никого чем они дальше от меня тем лучше для меня я так считаю и для них прежде всего про миллионы что хочу сказать на сегодняшний день у жены та квартира двухкомнатная которая была на водопроводной она в декларации была указана в связи с тем что у нас сын и дочь то они подросли мы живем в трехкомнатной квартире в городе имеется ввиду понятно думали думали что делать продали эту квартиру заработали миллионы взяли дополнительные кредиты в банке плюс вклады в банке которые были по срокам мы купили соответствующую квартиру ну как говорят и пишут в некоторых средствах массовой информации бизнес дом или премиум там да по крайней мере я не привык жить в плохих условиях вообще вот касаясь наших таких отношений допустим некоторые журналисты знают где у меня деревне дом находится и этот дом для того чтобы построить 15 лет готовил стройматериалы сам лес валил сам лес грузил сам напил раму возил пилил кто вот друзья мои с ним со мной работали они знают как все это давалось нелегко и поэтому мы выходные туда выезжаем есть дом который в декларации тоже указал где родители мне передали по наследству остальные родственники близкие братья и сестры отказались потому что там есть земельный участок надо вести надо следить надо налоги платить то есть мы договорились на сегодняшний день все это на лежащем состоянии содержится поэтому кто видит в этом нарушение законодательства значит ну ищите пожалуйста национальное телевидение пожалуйста национальное телевидение Татьяна Молкова Михаил Васильевич действительно за последние годы благосостояние жителей республики возросло и у нас есть возможность выезжать и в дальние страны и в ближайшие города и вот часто очень от многих слышу которые знакомых друзей которые выезжают в Ешкар-Алу о том что город изменился судить о культурных культурной ценности тех изменений это скажем так не наше дело но люди туда приезжают туристы приезжают многим нравится скажите пожалуйста есть ли какие-нибудь планы по изменению архитектурного облика столицы Чувашии все-таки изменения были давно проведены в Чувашии вот сейчас наверное требуется что-то изменить обновить спасибо спасибо за вопрос на самом деле городские власти на сегодняшний день подготовили генеральный план развития города Чебоксары столицы нашей республики привлечены не только архитекторы Чувашской республики но привлечены и за пределами включая иностранного архитектора я давал поручение соответствующее вообще рассматривать развитие города Чебоксары с городом Новочебоксарск то есть город Новочебоксарск тоже вместе готовит потому что перспективе когда проект новый город полностью реализуется неофициальное а реальное соединение двух городов оно произойдет на сегодняшний день набережную надо конечно переустраивать я вот ходил там брусчатка там уже сверху потрепана да нельзя вот это упускать понятно мы взялись за дворы за подъездные пути за ремонт многоквартирных жилых домов проблем очень много и то что на сегодняшний день жители поднимают и с учетом того что у нас в 2019 году 550-летие образования города Чебоксары мы должны очень ответственно подготовить обсудить генплан развития города Чебоксары публично с жителями города Чебоксары выслушать соответствующих специалистов и экспертов и после этого начинать уже действовать минимизируя все эти ошибки которые могут быть по уплотнительной застройке я говорил это моя принципиальная позиция уплотнительную застройку по максимуму мы приостановили но есть выданные разрешения на 10 лет 5 лет назад они имеют на это право в итоге когда жители обращаются соответственно значит они говорят а вот вы сказали там уплотнительную застройку приостановить а стройки ведется но есть выданные документы здесь поэтому мы подходим с одной стороны как бы правильно выслушая жителей города Чебоксара но с другой стороны эти вопросы есть поэтому город и будет он расширяться и газификации за Волжье и ряд других вопросов я говорю еще раз открыто публично все эти вопросы будем обсуждать городу Чебоксара я дал соответствующие такие поручения задача перед ними таким советом радио Чуваши здравствуйте ГТРК Чуваши я Тимофей Владимир Михаил у нас следующий вопрос касательно вашего политического будущего вашей полномочия на посту главы региона если как через два года время в принципе достаточное но если вдруг какая ситуация политическая насколько вы готовы как мэр города Москвы Собянин сложить свои полномочия досрочно и пройти через процедуру всенародного голосования спасибо спасибо право каждого региона принимать соответствующие решения с учетом общественно-политической ситуации с учетом стабильности с учетом доверия населения и ряд других вопросов сегодня допустим я вначале сказал у нас общественно-политическая ситуация она стабильная это не только моя оценка это оценка соответствующих структур и самого населения моя главная задача не давать поводов для дестабилизации этой обстановки еще два года как вы говорите полномочия все отслеживаете поэтому какие другие вопросы могут возникнуть я на сегодняшний день не могу так заявить но мы бдительность не теряли не теряем и были определенные силы они есть собирали подписи об отзыве главы но собрали немножко так скажем на государственном совете оппозиционные партии ставили эти вопросы пока таких вопросов существенных нет когда вопросы будут я конечно буду принимать соответствующие рациональные правильные решения и для себя и для жителей Чувашской республики два года срок полномочий есть будем служить народу жителям Чувашской республики Чубоксар Ольга Петрова ГТРК Чуваша Россия 24 Михаил Васильевич вот какой вы видите судьбу нашего аэропорта потому что сейчас в сентябре должно быть выставлено на торги имущество компании банкрота авиалинии Чуваши в 10 году когда создавали казенное предприятие Чубоксарский аэропорт шла речь о том что правительство постепенно будет выкупать весь имущественный комплекс и передавать казенному предприятию речь идет как я сейчас понимаю о 50 миллионах рублей вот заложены ли эти средства в бюджет или на торги могут прийти какие-то сторонние организации которые совершенно не заинтересованы например в развитии пассажирских перевозок им нужны просто вот эти гектары земли под аэропортом спасибо за вопрос на самом деле проблема такая есть казенное предприятие создавали для того чтобы аэропорт работал пассажиры которые хотят летят лететь на самолете могли лететь поэтому через казенное предприятие мы соответствующие субсидии выделяем с бюджета чтобы снизить стоимость билета хотя стоимость билета на сегодняшний день для пассажиров которые летают там в Москву не дешевая я это честно тоже скажу но там есть вопросы безопасности и согласно всех тех норм чтобы аэропорт не закрывали на сегодняшний день мы выделяем на это тоже средства это первое второе то что само акционерное общество на сегодняшний день проходит процедуру банкротства и имущественный комплекс будет продаваться конечно могут и имеют право участвовать и другие компании которые находятся за пределами Чувашской республики мы конечно здесь оценивая ситуацию желаем выкупить как республика в лице Минимущества который занимается по полномочиям всеми теми имущественными вопросами в бюджете пока мы денег не заложили и стоимость самого имущественного комплекса какая будет пока окончательно тоже не выставив на продажу не могут это определить это оценочная стоимость но окончательная цена все равно будет определяться на рынке но в то же время земельный участок который под зданием находится да собственник потом может его оформить и на другие цели может использоваться но сама территория аэропорта она на сегодняшний день сама трасса является федеральной собственностью и другие земли которые прибрежные значит являются муниципальной собственностью исходя из этого покупателю тоже не выгодно на сегодняшний день оформляя только под этим зданием попасть под определенные сервитуты да дальше я хочу сказать межрегиональные перевозки о чем мы говорили говорили констатировали Чебоксары Питер самолет начал летать с 1 сентября у нас Уфа Самара Саратов компания Татарстан обещает соглашение соответствующее мы заключили и на удешевление стоимости билета средства соответствующие заложены как в федеральном бюджете который мы получили и в оригинальном бюджете 50% стоимости билета мы будем снижать поэтому просьба эту информацию еще раз довести до жителей до желающих летать в эти города и дальше конечно аэропорт нам надо развивать в таком виде каком на сегодняшний день здание самого аэропорта нельзя ибо это является сдерживающим фактором привлечения инвестиций 21 век век глобализации все ценят время любой бизнесмен хочет быстро доехать решить вопрос и обратно вернуться поэтому в дальнейшем конечно мы будем все это тоже рассматривать за счет бюджета мы новые здания конечно не сможем построить нужно будет привлекать небюджетные источники это к сведению и для учета в работе спасибо Реа новости пожалуйста Михаил Васильевич какова судьба закрытого здания национального лица интерната имени Лебедева и земельных участков на котором расположен старый комплекс зданий вот как ранее сообщал кабинет министров лицей сам расположен на площади 48 тысяч квадратных метров вот что будет с этим земельным участком на котором стоят здания лицея самими зданиями не собираются ли власти Чебоксар по предложению правительства Чуваши оставлять его на продажу спасибо за вопрос тоже обсуждается не первый раз сегодня принято соответствующее решение почему лицей закрыли потому что там нельзя учить детей здания аварийные 50-х годов постройки рядом находится у нас музыкальное училище соответствующие здания и сооружения и вместе с городскими властями на уровне кабинета министров были приняты решения во-первых продавая определенные здания получить бюджет для того чтобы эти средства каждый рубль направить на реконструкцию и строительство и создание соответствующих мест для учебы которые хотят в лицее по старому называю учиться министерство культуры Чувашской республики на сегодняшний день свое автономное учреждение будет тоже модернизировать по тем зданиям где на самом деле были места для проживания будут соответствующие комфортные условия для проживания которые там будут обучаться потому что там же сельские местности приедут квартир не будет для других вопросов здесь никаких интересов у должностных лиц органов власти нет вопрос непростой вопрос серьезный обсуждали за короткий промежуток времени мы должны открыть помещение для обучения наших детей которые хотят получать соответствующее образование летом детей городские власти совместно с министерством культуры там принимали решение определенные здания я сказал будут продавать для того чтобы привлечь средства до бюджет и каждый рубль будет направлен на модернизацию земельные участки которые необходимы нужны для автономного учреждения все эти земельные участки будут закреплены за автономным учреждением национальное радио пожалуйста анастасия акшарова правительство россии утвердило распределение субсидий регионам на поддержку апк общая сумма составляет 28 миллиардов 600 миллионов рублей когда эти средства поступят в чуваши и когда аграрии республики смогут воспользоваться ими насколько я отслеживаю эту ситуацию сегодня часть средств мы уже получили и направили сельхозтоваропроизводителем министерство сельского хозяйства Чувашской республики на основании принятого решения правительства российской федерации там изданное распоряжение заключает соглашение с министерством сельского хозяйства российской федерации как с главным распределителем этих средств соглашение будет заключено средства мы получим и сразу отправим сельхозтоваропроизводителем Я давал соответствующее поручение, для того, чтобы после получения средств у нас много времени не уходило на подготовку первичной документации, сегодня работа конкретно проводится по представлению сельхозтоваропроизводителями документации Минсельхоз Чувашской Республики, для того, чтобы эти средства ушли самим сельхозтоваропроизводителем. Тут интересы у всех совпадают, исходя из этого мы эти средства должны трансформировать в сельхозтоваропроизводителя. Спасибо. Но там есть еще проблема по субсидированию процентных ставок, по всей Российской Федерации не хватает, но у нас тоже дефицит, как бы он образовался сегодня, заемщики, которые оформили кредиты в банках, инвестиционные кредиты, согласно принятых решений на 8 лет, сегодня не субсидируем. Им, конечно, сложно, сегодня они за счет своей финансово-хозяйственной деятельности выплачивают банкам, потому что у них свои соответствующие соглашения. Мы просим дополнительно и Минсельхоз России, и правительство Российской Федерации выделили эти средства для того, чтобы сельхозтоваропроизводителям могли мы направить. Это сумма где-то более чем 400 миллионов рублей по году получается. Это огромная сумма для нас в то же время. Спасибо. Спасибо за вопрос. Всех волнует эта тема. Первый класс я пошел в Январьскую 8-летнюю школу, соответственно. Наша деревня находится от этой школы 3 километра. Какие ощущения? По тем временам настроение было учиться, учиться и еще раз учиться. Куда пойдут учиться мои дети? Они учатся у меня в гимназии номер 5, соответственно, поступали туда на конкурсной основе. И менять это общеобразовательное учреждение мы не намерены. Как родители, так и мои дети. Спасибо. Алена Алексеева, ваш патчалок телерадиокомпании. Михаил Васильевич. Патчалок телерадиокомпании. В деревне Байдуши Севильского района до сих пор нет электричества. Столбы поставили 3 года назад, провода натянули. До сих пор электричества нет. Все ждут. Спасибо. Спасибо. Сюда я пара парадежи. Где еще? Халк семьде. Сирия минге лошадь. Чуваш, а дед, где там было по ваш дещинам? Спасибо. Где парадежи? Чувашла калази в ростлах ази? Чувашла да в ростлах ази. Чувашла да в ростлах ази. Ща шудо бораз программа на бурношула анжохне. Ебе жак ежегиличен. Килю жезене тунычи. Анжохдебин полна урх министерства. Подрячек всем конкурс рапуршинза вылез зилне конкурсене. Бюджетран окши денгине иилне. Анжахта ежезене хайзен тив ежезене туйза, туза бдереме. Ва чак явала замбайвер баянгюна ешлет ба. Мэндуна. Нумай шеню урам зенже. Щта шаги с сене пушла на ебир. Удам ран удам туза шаги с сене педереши. Щта шудо жук. Щензем шан заторма болдаращи. Щуда пулать. На самом деле, то что сейчас вопрос был озвучен по подаче электроэнергии по новым улицам. Проблема в целом республике она была. Мы на сегодняшний день что делаем? По всем тем договорам, которые были заключены. И подрядчики, выигрывая на аукционах, получили соответствующие бюджетные средства, мы их прессуем. В данном случае конкретно адрес был озвучен. Сегодня согласительные процедуры с компанией Чуважья Энерго проведены. Министерство строительства занимается этим вопросом. И до зимы, примерно в октябре месяце, реально жители этой деревни получат освещение. Вот вместе мы с вами будем контролировать. Вы как общественный контроль согласны, да? Давайте соответствующие сигналы. И в октябре месяце мы обязаны подать туда электроэнергию. Независимо от того, какие проблемы еще остаются там. Спасибо. Канажская студия телевидения. Канажская студия телевидения, Любовь Кулагина. Михаил Васильевич, жители города Канаша очень волнуют вопрос дальнейшей судьбы детского дома. Как объекты инфраструктуры? Здание в центре города еще не очень старое. Что будет с ним и с прилежащими территориями? Спасибо. Вы знаете, что мы интернет закрыли, и на сегодняшний день те здания, которые остались, и земельные участки, согласно проработанных вопросов, будут передаваться профессиональному училищу. Они, и то учреждение, которое мы закрыли, находится в ведении Министерства образования Чувашской Республики, и то учреждение, профессиональное училище, которое там находится недалеко, тоже находится в ведении Министерства образования. Те здания и сооружения, которые не нужны, с оформлением правоустанавливающих документов, как имущественный комплекс, будут выставляться на конкурс на сегодняшний день. Те здания и сооружения, которые нужны для проведения общеобразовательных процессов, для подготовки специалистов, конечно, они будут переданы профессиональному училищу. Спасибо. Правда, ПФО хотел там задать еще один вопрос. Михаил Васильевич, нравится это или не нравится, но в Чувашии за партией «Единая Россия», список которой вы возглавляли на недавних выборах, прочно укрепилась репутация партии жуликов и воров. Ну и это неудивительно, поскольку все начальники члены партии, если он проворовался, это, естественно, ложится на партию, по статистике все очевидно. Но в то же время почему-то все-таки к власти не привлекаются представители других оппозиционных партий, хотя наверняка среди них есть вполне достойные, грамотные люди. Вот почему все-таки их не привлекают? А если привлекают, как того же господина Моисеева, так он, наверное, становится членом партии «Единая Россия». Вот иначе нельзя никак. Спасибо. Спасибо за вопрос, за то, что болеете. На сегодня я что могу сказать? С учетом того, что политическая партия «Единая Россия» сегодня имеет своих товарищей по партии в органах государственной власти, ибо сегодня данная политическая партия правящая. Любая политическая партия формирует соответствующую команду. Тем самым я что хочу сказать? По предоставлению, допустим, то, что фамилия Моисеева, тут вы вспомнили, то, что «Единая Россия» жулики и вора. На самом деле, перед выборами, когда я возглавлял оба списка, это было, оно среагировало. Но, с другой стороны, на сегодняшний день, могу для сведения сказать, Юрий Моисеев, он на сегодня являлся «Единая Россия», членом политической партии «Единая Россия», но он был и в других партиях. Когда он участвовал на конкурсе, соответственно, и собрание депутатов наделило его полномочиями главы администрации Марбасадского района, это тоже их право было. Мое право, это через Государственный совет представлять своих кандидатов. Государственный совет тоже своих кандидатов в комиссию представляет. Исходя из этого, на сегодняшний день мы ровно относимся ко всем политическим партиям. Я с ними встречаюсь, мы обсуждаем вопросы, выслушиваем эти вопросы. И мы предлагаем, пожалуйста, должности, допустим, в наши учреждения, в наши коммерческие организации, где наша доля государства имеется. Эта работа, она проводится. Но тот человек, который имеет исполнительно-распределительные функции, является ли он членом партии или не является членом партии, не имеет права нарушать. Есть и единороссы, и беспартийные сегодня нарушают, но и привлекаются они к ответственности. Не удовлетворил вас ответа? Пожалуйста, задавайте уточняющий вопрос. Вы привлекли из другой партии, и он мгновенно становится членом Единой России, да еще возглавляет структурное подразделение. Ну почему вот эта вот практика? Так было с Браницыным, Шумерли, так было с Моисеевым. Ну вот все равно никуда не обойтись без каких-то коалиций, невозможно, чтобы партии не контролировали друг друга. Иначе никогда с этой коррупцией ничего невозможно будет сделать. Александр Борисович, вы здесь с чем не согласны? Скажите, пожалуйста, вот уточняю просто. Я не согласен с тем, что вы говорите, что мы всех привлекаем, и мы со всеми очень работаем, и всем очень хорошо. Вот с этим я не согласен. Я просто знаю, что оппозиционные партии, оппозиционные политики, они фактически не могут себя реализовать на государственной службе, хотя многие из них рвутся в бой. Хорошо. Сегодня, конечно, надо пофамильно, если мы хотим в чем-то разобраться, говорить. Я скажу следующее. Когда я отчитывался по итогам за 2019 год, да, мне тоже задавали, значит, вот при прежней власти столько не было уголовных дел. При прежней власти люди не привлекались. Я сказал, вы хотите, мол, прикрывать, что ли, кто-то там, если нарушил, или там утащил деньги, или взятку получил. Я сказал, никого прикрывать я не собираюсь, у меня права нет прикрывать. И на сегодняшний день правоохранительные органы выполняют соответствующие свои функции. Это первое. Второе. На сегодняшний день все те сигналы, которые поступают, у нас есть координационное совещание по обеспечению правопорядка. Мы там обсуждаем, у нас эффективное взаимодействие налажено на территории республики. То, что Броницын, он тоже ЛДПР был, да, тоже ему уже дали должность, соответственно. Глава администрации города Шумерли на основании решения собрания депутатов города Шумерли. Он на сегодняшний день не справился со своими обязанностями. Когда они были в оппозиционных партиях, критиковали действующую власть. Когда им дали соответствующие должности, люди не справляются или начинают нарушать. В чем эта проблема? Проблема, наверное, в нас самих, в каждом. То есть, кто пошел на службу, имея исполнительные распределительные функции, здесь никто не имеет права нарушать. Вот я хочу сказать. Кроме всего этого, на сегодняшний день, вы знаете, Владимир Владимирович Путин избран руководителем Всероссийского общественного движения «Общероссийский народный фронт». Единогласно. У нас на территории республики, проявляя инициативу, создали региональное отделение «Общероссийского народного фронта». Вот эта коммуникация, она представляет вообще рядовых жителей, которые не являются членами партии. Насколько я владею информацией, вообще в Российском народном фронте там политических деятелей практически нет. Может быть, единичные только фамилии. Есть сопредседатели. Они будут сейчас управлять, сигналы доводить, возмущаться, содержательные предложения будут формулировать и представлять. А мы обязаны на них реагировать и разрешать эти вопросы. Это вот другая возможность на сегодняшний день создана для жителей Чувашской республики. Национальное телевидение, пожалуйста. Надежда Яковлева, Национальное телевидение. Михаил Васильевич, я сэр паян шер уйдавы берге калажу хускатар, шак всем нам аллаты саскелеть. Негамшинда в ртанлых марэнде, пирэн шубашка аршивах, инжэ, галабар адылхер инжэ. Тембизыгыш шер лаптыгезем узы зарвырдащи. Выл шер лаптыгезене туянны чухне, ахртнех выл шинзем онда ялгучалық продукции доза элме шутламанда. Будет ли продолжена борьба с теми, кто в свое время незаконно завладел большими участками земли, и в каком направлении она будет двигаться? Тадобус, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 И хочу задать вопрос, как вы относитесь к антигейскому закону? Этот вопрос я послал заранее и хотел бы предложить сделать из Чувашии регион, радужную столицу по Волжи, чтобы сюда потянулись геи, евреи, чтобы тут развивалась у нас промышленность, потому что очень много среди геев богатых людей. Не хотите ли вы такой глобализм какой-то привлечь к Чувашии? Вот мы сейчас живем как в мире очень интересном, постоянно сажают кого-нибудь, то линик, то там за ржавую восьмерку сажают шефа ФМС, то там какие-то смешные суммы или там огромные суммы, но постоянно кого-то сажают. Вот я думаю, сами вы думаете, что от суммы и от тюрьмы не зарекаться говорят, можете вы предположить вообще, что к вам приду, скажу, что вы украли авторучку и посадили когда-нибудь? Спасибо. Спасибо. Первый вопрос. Конечно, большие деньги они для улучшения ситуации в каждой сфере, на каждой территории необходимы, но я считаю, как верующий православный человек, имеющий определенную духовно-нравственную основу, за этим не надо гнаться. И законодательная норма у нас в Российской Федерации принята. Вы знаете, как выступали наши государственные деятели по всем тем вопросам. И, исходя из этого, я думаю, в Российской Федерации на территории Чувашской Республики есть свои ценности, семейные ценности, я тем более женатый, двое детей. Мне комфортно, соответственно, и у нас практически молодые люди женятся, замуж выходят. Зачем вот переделять то негативное, которое будет в конечном итоге дестабилизировать нашу обстановку. И мы свои ценности, уклада чувашского народа, жителей чувашского народа можем порастерять. Я же много раз говорил, процессы глобализации, интеграции, мы обязаны сохранить богатство чувашского народа. Это ценности чувашского народа, потому что издоровля, все жили, соответственно, создавая семьи. Следующий вопрос, по коррупции, да, я зафиксировал. Но я уже отвечал, что я здесь могу сказать. Как так можно представлять, что вас могут посадить, если вы не нарушили? Я представляю, я ничего не украл. Вот ко мне приходят следователи, говорят, что ты пишешь там в интернете. Я даже представляю. А уж у вас там миллионы, просто я знаю. А зачем вы представляете это? Выбросите вообще с головы. Если вы честный человек, ведете себя культурно, нормально, не совершаете правонарушения, как вас могут посадить? Это канашская студия телевидения. Тоже вопрос касается ЖКХ. Статья 158 жилищного кодекса гласит, что собственники на общем собрании жильцов имеют право установить размер ежемесячного взноса за содержание и текущий ремонт жилья. И вот руководители управляющих компаний спрашивают, а как быть в том случае, если по каким-то причинам эта сумма не была установлена и муниципалитет не принимает участие в решении данного вопроса? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня могу к сведению сказать, вот 90% многоквартирных жилых домов у нас находятся в собственности. Я прошу прощения, может кому-то не понравится, значит, это самое, да? 90% квартиры приватизированы, 10% еще не приватизированы. Мы это тоже отслеживаем. И на сегодняшний день право, и не только право, и обязанность жителей многоквартирных жилых домов содержать свою собственность. Ремонтировать, косметический ремонт делать, решение примем, мы быстрее отремонтируем все многоквартирные жилые дома. Вопрос в этом заключается. В ином случае, мы еще десятилетиями будем говорить о ремонте многоквартирных жилых домов, мы их не отремонтируем. Прекрасные обещания можем давать, но не выполнить потом эти обещания. Это для учета в нашей совместной работе. Спасибо. Ирия Новости, пожалуйста. Михаил Васильевич, вот в начале года в своем послании к Госсовету населению вы высказались за необходимость укрупнения муниципальных образований республики для дальнейшей наилучшей работы. Какая работа будет или уже была проделана в этом направлении? Ну и в частности, хотелось бы задать вопрос о том, что вот что будет сейчас с городом Шумерли. На сайте органов власти республики появилась информация о преобразовании города Шумерли с лишением его статуса городского округа. Каким образом он будет преобразовываться? Возможно, его будет соединять с каким-то другим населенным пунктом, муниципалитетом. Прокомментируйте этот вопрос, пожалуйста, тоже. Спасибо. Да, я в политическом послании сказал, спасибо вам, что отслеживаете и задаете теперь уточняющий вопрос. Во исполнении этого послания создана рабочая группа, потому что учитывать надо интересы и горожан, да, и сельских жителей. Ну, в данном случае, раз город Шумерли, Шумерлинский район. У нас выборы в органы местного самоуправления будут происходить в 2015 году, в единственное голосование. Это первое. Второе, в той части, в которой я сказал в своем послании, это упразднение структурных подразделений сельского поселения. Вот возьмем пригородный Чебоксарский район, допустим, да, есть администрация Чебоксарского района, есть кугейское сельское поселение. Это отдельное поселение, где тоже глава имеется, но жители привыкли не столько поселений ходить, а сколько ходят в администрации района. Они думают, вот там большие начальники, все вопросы там разрешают. Поэтому, когда будут выборы, вот мое политическое такое послание было в том, чтобы в первую очередь упразднить эти сельские поселения, которые находятся на территории районных центров. И как отдельное структурное подразделение, имея соответствующие полномочия, они будут определять. И там нет депутатов в сельское поселение. Сейчас, когда они избраны, да, избирателями данного сельского поселения, мы не можем вмешиваться, ибо органы работают, органы действуют. Вот во время проведения выборов мы это решим. По присоединению двух муниципальных образований, согласно действию законодательства, надо проводить референдум. Рабочая группа будет изучать. Соответственно, один из вариантов, один из вариантов, может быть, в 2014 году, как проект, допустим, как эксперимент, Шумерли и Шумерлинский район. Но для этого должны быть готовы сами шумерлинцы и жители Шумерлинского района. Ущемлять здесь право муниципалитета или жителей муниципального образования мы не будем. Мы будем предлагать. Когда согласны, пожалуйста, нет вопросов. Мы будем оказывать содействие. Согласны действию законодательства. Спасибо. ГТРК Чуваш. Михаил Васильевич, вот пока далеко от Шумерлинского района не ушли, а сенатор Лебедев хотел запустить там производство топинамбура, производство инулина, уникальное совершенно для России, должно было быть производство. И сейчас он заявляет, что он хочет выращивать там шампиньоны. Уже не так интересно, я думаю, это Чуваши. Вот как-то можно повлиять на таких людей, все-таки он не просто бизнесмен, он же облеченный государственными полномочиями. То есть фактически он же не держит данное республике слово. Есть какие-то рычаги влияния у республики? Спасибо за вопрос. Проект, конечно, он представлял большой интерес, ибо на потребительском рынке Российской Федерации спрос на ту продукцию, который по данному проекту, соответственно, предусматривался, был. Понятно, Россия вступила в то, как инвестор данного проекта Леонид Лебедев пересмотрел свои намерения по реализации данного проекта. Он официально об этом говорил, когда мы встречались, оформлял он даже земли, 12 тысяч гектаров собственность. Но он тот комплекс купил, там как раз выращивали шампиньоны, поэтому там на сегодняшний день, чтобы производство не остановить, там же есть рабочие места, они сегодня работают на выращивание шампиньонов. Потом у него другие были намерения, на сегодняшний день эти намерения остались пока намерениями, я потому что проекта не видел, бизнес-плана не видел, как дальше он будет реализовать. Конечно, он по расходной части потратил свои средства, на сегодняшний день корректировка бизнес-плана у него идет, что он там окончательно в варианте будет производить, я не могу за него ответственность здесь сказать, но в то же время могу сказать. У нас сегодня шампиньоны, даже в Чавоксарах продаются уже завозные, за пределами не только регионов Чувашской республики, регионами Российской Федерации, а в основном со стран Евросоюза. Польша, Белоруссия и другие страны, потому что там цена дешевле, исходя из этого, даже перевозка у них перекрывает издержки, в конечном счете, для покупателей. Покупателю что нужно? Качество цена, да? И покупатель выбирает. Исходя из этого, на сегодняшний день, насколько выгодно будет ему дальше расширять производство шампиньонов, конечно, он сам должен определить. Мы условия для него создали, для реализации. Он является сенатором от Государственного совета Чувашской республики. Почему он не сдержал свои обещания депутата Государственного совета, спросил, я тоже буду спрашивать с него. Мы и спрашивали с него до сих пор. А дальше, какие инвестиции и какой проект будет реализовывать, я сейчас вот не имею официальных документов, не могу сказать. Спасибо. Татьяна, новости, пожалуйста. Ранее правительство Чуваши изъявляло о том, что третья очередь биологических частных сооружений у нас будет введена и построена в срок, то есть в 2014 году. Но неожиданно в июле этого года Кабинет Министров принимает постановление о продлении сроков финансирования строительства третьей очереди БОС в Новочебоксарске до 2018 года. Вот хочу узнать, в связи с чем было принято такое постановление, какова причина продления сроков финансирования строительства, ну и вообще, когда все-таки будет введена третья очередь биологических частных сооружений. Спасибо за вопрос. С учетом принятых решений вы сами же ответили к 2018 году. Почему такое решение принято? На сегодняшний день приоритеты у нас обозначены по расходной части бюджета. Проект стоимостью более чем 3 миллиарда рублей на самом деле был разбит на три этапа. Первый этап, второй этап работы завершаются на втором этапе. В то же время такой необходимости нет, чтобы третью очередь ускорить и завершить. Понятно, решение принималось еще несколько лет назад, но с учетом расставленных приоритетов, с учетом того, что биологические очистные сооружения сегодня все стоки перерабатывают, все те вопросы, первые необходимости на сегодняшний день разрешены и разрешаются, третий этап с учетом параметров бюджета будет реализовываться к 2018 году. И с другой стороны я скажу, сегодня если взять, установили счетчики, да, стоков с каждым годом все меньше, мы начинаем экономить воду. Счетчики ставим на холодную воду, тоже начинаем экономить, на горячую воду, новые унитазы появились, которые там тоже регулируют. Поэтому народ здесь четко просчитывает расходную часть семейного бюджета. Исходя из этого, вот ускоренными темпами реализовать третью очередь нет. И на основании этого кабинет министров принял здесь рациональное решение. Спасибо. Национальное радио, Чуваш. Анастасия Акшарова. В республике в последнее время проводятся масштабные работы по реконструкции федеральных трасс, дворовых территорий и дорог в городе Чебоксары. А вот в границах населенных пунктов когда планируется провести капитальный ремонт дорог? И в самих селах и деревнях когда будет проводиться ремонт? На сегодня все средства дорожного фонда, которые мы формируем, направляются только на дорожное строительство. На реконструкцию и ремонт соответствующих территорий. Вот в этом году 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Все эти средства по принятым решениям они направлены в муниципальное образование. По населенным пунктам, внутри населенных пунктов на сегодняшний день люди ставят эти вопросы. Мы проводим на уровне республики конкурсы сельских поселений по комплексной компактной застройке. С учетом развития экономики, с учетом создания благоприятной среды для малого и среднего бизнеса на территории сельских поселений. Сельские поселения выигрывают и туда тоже направляются эти средства. Сразу во все населенные пункты, вот дорожный фонд он, ну как сказать, формируется и все средства направляются. Мы поэтапно все эти вопросы будем разрешать. Но чуда не бывает и сразу в один год мы не можем разрешить эти вопросы. Но в то же время я могу сказать на перспективу, вот федеральная трасса А157М7, реконструкция на сегодняшний день мощно проводится. Вы ездите, смотрите, плюс высокоскоростная магистраль, которая пройдет по территории республики, будет создавать дополнительные возможности и привлечения бюджетных средств. Именно бюджетных источников и те населенные пункты, которые будут находиться рядом, для них дополнительные инвестиции, которые еще в бюджете республики нет, которые еще в федеральном бюджете не предписаны, да? Вот они появятся у нас, потому что будут остановки. К этим остановкам нужно будет проездовую часть прокладывать. Нужно по категорийности выставлять по безопасности эти населенные пункты на другой уровень. И четыре муниципальных района получат свое счастье. Вот здесь, в ускоренном темпе, мы будем проводить совместно с руководством Российской Федерации. Соль земли там хочет еще вопрос задать. Да, пожалуйста. Спасибо. У меня вопрос. Вот спешная газификация, она привела к тому, что в деревне, проблема с водой, качественной водой. А и поспешная газификация, я вот по своей деревне знаю, провели, говорит, вот там этот, и сейчас проблема, как проложить водопроводы. Потому что, а их проложили, нарушая, ну, необходимые в этот, правила проведения. И вот, и кто будет возмещать вот эти затраты? Каким образом? И во сколько обойдется бюджету и населению? Ну, во всяком случае, если мы хотим людей на селе, ну, с чем-то привлекать, то, наверное, надо создавать условия. Как это будет, каким вы видите выход из этой непростой ситуации? Спасибо. Спасибо. Что я могу сказать? С нарушением, не с нарушением, газификация проведена, да? Люди получили газ. Сегодня мы по сей день оформляем правоустановляющие документы. Но это не говорит о том, чтобы препятствовать жителям населенных пунктов проведение водопроводных сетей. Поэтому определенные согласительные вопросы, согласительные процедуры, они всегда рассматриваются, чтобы и газовики здесь не сдерживали, не обоснованно проведение, проектных работ для проведения водопровода, для того, чтобы люди имели качественную питьевую воду. Какими средствами мы будем это делать? У нас здесь программа качественная питьевая вода, чистая вода, средства мы выделяли и будем выделять. Но, конечно, здесь надо привлекать небюджетные источники. Это очевидно. В ином случае мы на долгие-долгие годы затянем через наши построенные даже водохранилища, чтобы через соответствующие сети подать качественную питьевую воду жителям населенных пунктов. Вот здесь будем делить участие бюджета, участие внебюджетных источников и плюс, может быть, население само тоже готово участвовать, как во время проведения газификации. Тогда мы быстрыми темпами все это сделаем. Но препятствующие, сдерживающие факторы по максимуму будем снимать. Это моя государственная позиция. Газитарь Советская Чуваша. Владимир Васильев, главный редактор Советской Чуваши. За республикой давно уже закрепилась марка высокого спортивного региона. На днях и министр спорта у нас спрыгнул парашютом. Готовы ли вы тоже заняться каким-то экстремальным видом спорта? Это первый вопрос. И пока что вы думаете о каком-то экстремальном. У нас есть традиционные виды спорта и одним из них является эстафета Советская Чувашия. В этом году 75 лет. Это юбилейная эстафета. Придете вы на нее и что бы вы пожелали остальным участникам этой эстафеты традиционной? У меня все. Спасибо за вопрос. Но право каждого человека заниматься экстремальным спортом или нет? Я не занимался экстремальным и пока не собираюсь. Второе. По эстафете Советской Чувашии я благодарен всем тем инициаторам данного проекта. На самом деле ежегодно собирается очень много любителей спорта, физической культуры и спорта, как с городских округов, так и, соответственно, с сельской местности. Честь нашего Адриана Григорьевича Николаева. Я надеюсь, что в этом году намного больше будет людей, потому что город Чебоксары показал на утренней зарядке со звездой, что люди пришли, понятно, определенная работа была проведена городскими властями, но когда я общался, люди сами пришли, родители с детьми. И это тоже практически ежегодно, которое проводится, там люди и в возрасте, и маленькие ребята, которые участвуют. Это очень здорово, надо это развивать. Мы поставили перед собой задачу, чтобы каждый ученик у нас занимался в детской и юноской спортивной школе. Сегодня на уровне России будут приниматься всероссийские спортивные комплексы на законодательном уровне, но как в советские времена было это ГТО. Это тоже нормально. Поэтому совместно с вами, то, что вы свои мероприятия будете проводить, мы, соответственно, должны принять соответствующее решение, мы будем это развивать дальше. Каждый человек должен следить за собой, по крайней мере, каждый человек должен быть всегда в форме, когда тем более он в трудоспособном возрасте, я так считаю. А чтобы в форме быть, что нужно делать? Надо балансировать состояние души, физические нагрузки. В командировке не буду, я буду участвовать. Объективно будет только командировка. Болеть не собираюсь. Информационное агентство РЭКДОМ. Николай и Наталья. Одним из стратегических для Чуваши объектов является строящийся на Чебоксарский полигон твердых бытовых отходов. Проект государственный, проект сложный, непростой. Были сложности, вопросы, проблемы. Удалось ли сегодня решить принципиальные вопросы по данному проекту, в том числе по мусоросортировочному комплексу в Чебоксарах? Удовлетворены ли вы темпами строительства и когда пойдут, наконец, первые машины с мусором? Предположительно. Спасибо, Наталья, за вопрос. Вопрос сложный, не первый год обсуждается. Тема была вообще политизирована во время выборов. Это тоже помешало, по сути дела, в конечном итоге на реализацию данного проекта. Сегодня что мы сделали? Была проблема дороги. Научебоксарцы возмущались, что будут жить мусори. Мы участвовали на конкурсе. На конкурсе наш проект выиграл. Федеральные средства на строительство объездной дороги мы получили. Конкурс проведен. Сегодня работы уже проводятся. И до даже подготовки самой площади для приема мусора дорогу мы построим. Эта проблема, которая была серьезная, мы разрешили его, соответственно, достроим. Второе. Проект стоимостью 1,2 млрд рублей. Понятно, там были предусмотрены бюджетные средства, определенные работы проведены. Было подписано соглашение с коммерческой организацией, который обещался вложить свои собственные ресурсы, привлекая в небюджетные источники с коммерческих банков. Не выполнил. Это первое, которое явилось, или явился сдерживающим фактором. Второе. Город Чебоксары, город Новочебоксарск, Чебоксарский район. Участвовали в данном проекте и Министерство природных ресурсов. То есть, вот, волокита между этими органами власти тоже явилась сдерживающим фактором. На сегодняшний день государственным заказчиком является Министерство природных ресурсов. Городские власти оказывают содействие по тем земельным участкам, которые находятся в их собственности. И мы практически в 2014 году, к концу года, на первом этапе, на первой площадке должны начинать принимать мусор. Дальше будет строиться второй этап. Какие документы сегодня подписываются? Мы вместо коммерческой организации отрабатывая нашли другую коммерческую организацию, которая называется «Лидер». сегодня подготовительная работа проводится, потому что с той коммерческой организацией до конца не расторгнули действующие подписанные соглашения. И в перспективе, расторгая эти соглашения, имея соответствующие возможности у новой коммерческой организации по привлечению его средств, мы вот на первом этапе, говорю, что в 2014 году должны получать там уже мусор. Твердые бытовые отходы. Спасибо. Ответил на все? Уточняю я. Спасибо. Коллеги, все заявленные вопросы и незаявленные тоже закончились. Еще у кого-нибудь есть вопросы в клаве республики? Раз, два. Пожалуйста. Закон о коррупции, пожалуйста. Ишутов Константин, газета «Закон о коррупции», член общественной молодежной палаты при Государственном совете Чувашской республики. Сегодня очень мало, к сожалению, вопросов молодежи, а проблем действительно в этой сфере в республике много. И вот в связи с этим у меня есть такой вопрос. Вот, значит, сегодня несколько раз вспоминали фамилию Владимира Путина. И в частности было отмечено то, что правительство Чувашской республики опирается на приоритеты, поставленные президентом Российской Федерации. Одним из таких приоритетов был, значит, это по многодетным семьям обеспечение питания детей, которые обучаются в школах из многодетных семей. Вот вы внесли законопроект об образовании в Чувашской республике, который госсоветом уже принят, на днях он вступит уже в законную силу. И в частности в данном законопроекте не предусмотрено питание для детей из многодетных семей. В частности, руководителем Роспотребнадзора Чувашской республики даже было отмечено то, что дети у нас в республике падают на уроках в голодные обмороки. Вот, есть и такие факты. Есть и множество других фактов. И социального, значит, значения, что родители не могут обеспечить финансово, значит, питанием детей из многодетных семей. Вот в связи с этим вопрос, с какого времени в Чувашской республике будет обеспечено питание детям из многодетных семей, обучающихся в школах? Вы имеете в виду бесплатное питание за счет бюджета, да? Спасибо. Я хочу уточнить, вот факты падения в обморок, это где, на каких территориях? Это, значит, на сессии Госсовета было официально озвучено заместителем председателя Государственного Совета, значит, господином Мешковым. Он официально об этом заявил, что он переговаривал с руководителем Роспотребнадзора о том, что дети падают в голодные обмороки. Можете синаграмму запросить в Государственном Совете. Хорошо. Отдельные случаи могут быть, но это может быть и не столько от питания. Значит, там, когда на Государственном Совете обсуждается, соответствующие министерства прорабатывают. Я сейчас возьму на контроль, соответственно, выясню, потом доведем соответствующую информацию. Конечно, вопрос на сегодняшний день, который вы поднимаете, он серьезный, связан с параметром бюджета. Я дал соответствующее поручение, мы посчитали, во сколько это выливается. Соответствующие предложения готовят сейчас мой адрес. Мы обсудим данный вопрос с депутатами Государственного Совета и примем соответствующее решение. Какое они будут, какое оно будет, ну, до вас доведен. Тут нет никаких вопросов. Это первое. Второе. Родители, конечно, отвечают за своих детей. Мы со стороны государства все социальные выплаты, которые предусмотрены в бюджете, все выполняем, включая разные направления, но бесплатное питание детям из многодетных семей, конечно, у нас нет. Соответствующее решение мы настроены принять. В каком виде будет, мы до вас доведем. Спасибо. Еще я видел, правда, руку тянуло, да? Михаил Васильевич, на вторую половину 2013 года запланирована достаточно обширная программа приватизации государственного имущества. Вот, насколько мне известно, цена некоторых объектов называется достаточно символичной, в том числе и по информационно-полиграфическому комплексу Чувашия. Вот какая предварительная работа ведется по оценке этих объектов, чтобы республика не прогадала, выставляя их на аукционы? Спасибо. Спасибо. Я в вступительной части сказал, что в динамике мы получаем эти показатели, на рынке имущество продается по рыночной цене. Весь имущественный комплекс, который предварительно оценивается, он же оценивается не как мертвый капитал. Любой имущественный комплекс оценивается с точки зрения бизнеса. В данном случае, вот, по типографии, одним словом, если говорить, там, конечно, соответственно, есть вопросы, есть моменты. Мы возьмем ваше предложение для работы тоже, сам лично выникну, соответственно, а потом дадим соответствующий ответ. Речь пока об акционировании общества. И в дорожную карту приватизация пока вообще не входит. Конечно. То есть я не знаю, кто вы это взяли. Если вы хотите более подробный ответ, мы, конечно, произложим. Ефимов Петр Иванович, корреспондент газеты «Канаш». Очень приятно сегодня было выслушать такое большое количество вопросов в информационном плане. Потому что нам, корреспондентам, рядовым, как говорится, солдатам газет, не так-то часто удается посещать пресс-конференции. Я весьма благодарен за то, что вы ответили на многочисленные вопросы. У меня такой вопрос. Вот, к сожалению, недавно я в СМИ узнал, что город Ядрин, город Канаш отнесены к самым пьющим городам. К двадцатке, то есть не к самым, к двадцатку пьющих городов ходят. Меня это очень, конечно, волнует. И то, что все газеты «Хабар» говорили, что деревня сбивается. Проблема пьянства и алкоголизма, она очень такая актуальная. Дело все в том, что в аптеках в массовом порядке продаются флакончики с спиртосодержащей жидкостью в 70% градусах. Это фонурики называются. Вот я, насколько услышал, в Москве по распоряжению мера вообще прекратили продавать вот эти склянки, флакончики. И почти несколько сотен тысяч аптек закрылись. То есть нельзя ли у нас в Чувашской республике принять такое постановление, распоряжение, чтобы отменить, чтобы упразднить продажу вот этих фонфуриков? Ведь люди спиваются. Они недорогие, 15-30 рублей стоят. Они два флакона купили, разбавили, бутылку водку сделали. Спасибо за вопрос. Спасибо. Полномочий много, но одним распоряжением запретить права нет. Я изучу, как решение принималось в городе Москве. И потом будем, соответственно, выходить на принятие определенных решений. Этот вопрос уже не первый раз обсуждается. Уже долго обсуждается и несколько лет обсуждается. Мы говорим, конечно, торгующие организации, имея соответствующее право, сегодня занимаются продажей этих фонфуриков. Тут и отделение почты занимались. Мы выходили, определенные препятствия создали, но не до конца. Поэтому будем работать. То, что были вопросы, вы слышали, о чем я сказал. Принципиальная позиция, она обозначена. Не надо на сегодняшний день нам создавать такую среду, чтобы, покупая вот эти фонфурики, люди у нас тратили свое здоровье. Деньги надо направлять на другое. Коллеги, еще есть вопросы? Пожалуйста. Главный редактор Ядринской районной газеты. Меня интересует вот такой вопрос. Представьтесь, пожалуйста, имя, фамилию. Светлана Трелинская. В 2013 году по программу «Земские докторы» помимо сельской местности включили и рабочие поселки. А нельзя ли в эту программу включить и город Ядрин, поскольку это населенный бунт, скажем, находится на территории сельского района. Причем, при том еще, проблема обеспечения кадрами в районных центрах также существует. Вот хотелось бы, чтобы Вы обратили на этот момент, изучили. И действительно, может быть, такие города надо включить в эту программу. Спасибо. Спасибо за вопрос. Этот вопрос мы ставили, потому что по проекту «Земский доктор» выделяются федеральные средства. И на уровне правительства Российской Федерации должны быть приняты соответствующие решения. До принятия этого решения мы не имеем права, ибо это будет являться нарушением. И будут увязывать с вопросами коррупции. Возьмем снова вопрос на учет. Мы ставили, другие регионы ставили. Проект на самом деле он рациональный. Исходя из этого, для жителей города Ядрин, в данном случае, и для других городов, когда дефицит врачей имеется, надо этот дефицит разрешать и другими вариантами разрешения. То, что в сельской местности там наиболее большая проблема, у вас, тем более, больница в Ядрине, она же современная, новая, тем самым мотивация для работы есть, уровень зарплаты увеличивается, и в перспективе мы разрешим кадровый дефицит в сфере здравоохранения. Ответил? Значит, то, что душа болит, я вам благодарен. Пожалуйста, еще вопросы. Вопросов нет? Я хочу выразить слова благодарности от всей души всем тем, кто отозвался. Задали очень интересные вопросы. Вопросы на самом деле волнуют жителей республики. Я очень полезных вещей получил и для себя, соответственно, отвечая на вопросы, думаешь, где наши упущения. И тем самым хочу сказать, перспективе мы с вами, как встречались, так и будем встречаться. Мы открыты, мы доступны для вас. И мы постоянно обсуждаем, какие министерства, какие органы власти не дорабатывают или на ваши вопросы не отвечают своевременно. Поэтому прошу вас, в реальной работе, когда возникают какие-то моменты, министр информационной политики практически, как министр, координирует все вопросы, медиапространство, влиять на все не может и запрещать не может, не имеет права. Ну и пресс-секретарь Михаил Юрьевич Ванчатский, когда до меня не можете достучаться, он всегда доступен для вас. Ну и в конце хочу поздравить всех вас с праздником, с Днем воинской славы. Желаю благополучия, любви к своему делу и служениям, жителям Чувашской республики и гражданам Российской Федерации. Спасибо, успехов вам. До следующей встречи. Спасибо, коллеги. Всего доброго.